Сегодня мы будем готовить японский плов, который, я думаю, намного лучше и полезнее узбекского плова, поскольку в нем нет жира и очень много полезных морепродуктов. Всем привет! С вами ваш личный шеф Артем. И сегодня мы будем готовить очень классное блюдо, которое я первый раз попробовал, когда жил и работал в Японии. Японцы едят это блюдо минимум 2 раза в неделю. И когда я его первый раз попробовал, я в него абсолютно влюбился. Это блюдо невероятно просто и быстро приготовить и не требует никакого кулинарного мастерства. Так что может приготовить его любой, просто следуйте данному рецепту. Итак, что же нам для этого понадобится? Самый главный ингредиент в этом блюде это рис. Нам понадобится 500 граммов риса, 470 миллилитров воды, чтобы сварить этот рис. Также в рис мы добавляем морепродукты на ваше усмотрение. Я в данном блюде беру 130 грамм мидий, 130 грамм креветок и 130 грамм кальмаров. В это блюдо вы можете добавить любые морепродукты, которые вы хотите. Гребешки, рапаны, самые разные виды мидий, креветок, всех форм и размеров. Также нам понадобится 5 грамм имбиря, 40 грамм репчатого лука. В данном случае я использую лук-шалот. Также вместо соли я буду использовать светлый соевый соус и добавлю немного кунжутного масла. Если вы хотите научиться правильно варить рис, как в Юго-Восточной Азии, заходите на канал моей мамы. Ссылку я оставлю в описании. И поскольку рис это основной ингредиент в этом блюде, давайте поговорим о его полезных свойствах. В мире существует 7000 разновидностей риса. Белый, коричневый, черный, дикий. Но мои три самых любимых сорта риса это индийский басмати, тайский жасмин и японский круглый рис. В данном видео я использую тайский жасмин. Рис это очень полезный злак. Благодаря витаминам группы В, содержащимся в нем, обеспечивается нормальная работа нервной системы и хорошее состояние кожи и волос. Полезные свойства риса также входят аминокислоты, калий, выводящие из организма лишнюю жидкость и соль, а также йод, фосфор, цинк и кальций. Также немаловажный факт. Японские ученые утверждают, что рис повышает интеллект и память. Так что если вы хотите хорошо думать и много помнить, кушайте рис. Давайте начинать готовить. Я буду готовить это блюдо вот в такой вот классной мультиварке. В Японии обычно готовят это блюдо в рисоварках. В предварительно я уже промыл рис до прозрачной воды и слил воду через сито. И сейчас мы будем высыпать рис в чашу мультиварки. Сейчас добавляем все морепродукты. Вот как видите я нарезал кальмары вот такой вот соломкой. Добавляем их в рис. Просто засыпаем все морепродукты, которые вы хотите в этом блюде. Отлично, засыпали морепродукты. Затем мы засыпаем все остальные ингредиенты. Имбирь я порезал таким вот образом. Забрасываем имбирь, чеснок и лук. Отлично. И сейчас добавляем 470 миллилитров воды. Отлично. После чего мы будем добавлять соевый соус и кунжутное масло. Добавляем 4 столовые ложки соевого соуса. Два. Три. Четыре. Отлично. Затем добавляем кунжутное масло. Одну столовую ложку кунжутного масла. Так, замечательно. Я использую светлый соевый соус. А если вы будете использовать более темный соевый соус, добавляйте его чуть меньше, поскольку он более соленый. Теперь нам осталось всю эту красоту перемешать. Так, аккуратно все перемешиваем. Это блюдо очень просто готовится, поскольку надо просто все перемешать в рисоварке. Главное сохранять пропорции ингредиентов. И распределяем все равномерно по чаше мультиварки. Так, все равномерно распределили. Теперь будем включать нашу мультиварку. И сейчас просто включаем нашу мультиварку в режиме рисоварки. Дорогие мои друзья, запах на кухне стоит просто потрясающий. И сейчас я вам открою большой секрет варки риса. Нужно открыть вашу рисоварку или мультиварку и размешать рис. Так, давайте. Наша мультиварка уже выключилась. Оооо, этот запах просто невероятный. Хорошенечко перемешиваем быстро и закрываем мультиварку еще на несколько минут. И еще 5 минут в режиме подогрева и наш замечательный японский плов будет готов. Так, дорогие мои друзья, ароматы на кухне стоят просто сумасшедшие. И я думаю, что лучше узбекского плова только японский плов. И давайте мы его попробуем. Так, возьмем немного риса, креветку. Ммм, это просто сумасшедший вкус. Всем рекомендую этот простейший рецепт японского плова, который очень вкусный. Обязательно попробуйте приготовить у себя дома, вы не пожалеете. С вами был ваш личный шеф Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Уфитнес. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока.